Как показывает статистика, жертвы мошенников значительно помолодели. Теперь на обманные схемы ведутся не только пожилые люди. За неделю от действий мошенников пострадало трое саровчан. Общая сумма ущерба более 150 тысяч рублей. После звонка от якобы сотрудников службы безопасности банка баланс кредитной карты саровчанина стал меньше на 59 тысяч. В ходе проверки было установлено, что четыре последние цифры действительно совпадают с цифрами службы безопасности данного банка. То есть теперь уже появляются сотовые телефоны-двойники. Мошенники с легкостью вводят своих жертв в заблуждение. Люди добровольно предоставляют преступникам информацию о карте и код, содержащийся в сообщениях мобильного банка. Заявление об очередном факте мошенничества в полицию написала саровчанка. Причиной пропажи средств с ее карты стала старая заблокированная сим-карта, к номеру которой несколько лет назад был привязан мобильный банк. И неустановленное лицо при помощи мобильного банка списала с ее банковской карты 8 тысяч рублей. На удочку мошенников попалась ведущая корпоратива. Взлоумышленник под видом заказчика предложил ей провести банкет у одной из известных государственных организаций. По просьбе мошенника женщина купила для корпоратива продукты и алкоголь. Также попросил положить на 4 номера сотовой связи по 5 тысяч рублей и на один номер 2 тысячи рублей, обещая выплатить вознаграждение и вернуть денежные средства, потраченные ей на организацию данного праздника. Никаких денег саровчанке не вернули, да и праздник, как оказалось, проводить не требовалось. После того, как мошенники получили деньги, они перестали выходить на связь. Чтобы не стать жертвой преступных махинаций, проверяйте подозрительные номера телефонов в интернете на специальных сайтах, которые дадут информацию о регионе или стране, в которой эти номера зарегистрированы.